Так, что вам еще слепить? Сочи глины. Один чуть побольше, другой поменьше. Тот, который побольше, будет толще с головой. Даже еще меньше. А это на мелкие детальки. Мы слепили с вами сначала столбик. Как мышку. Потом давили шею. Шею продавили. По кругу пошло. По кругу пошло. Получилось круглое туловище, круглая голова. И как я с таким кувшением покинула? Да как хочешь. А вот сюда его поставим. У нас коробка есть. Вот все загладили, пригладили, прижали. Мамочка, смотрите, моя дорогая. Котенка, котенка как будете делать. Вот. Так, все, стоит он. А такой хорошенький получается. Прямо даже поцеловать хочется его. Прямо поцеловать ему хочется. Так, теперь дальше дело. Отрывая небольшой кусочек глины. Делая ушки. Намочила чуть-чуть здесь. Прижала. Примазала ушки. А мне кувшин нравится. Я буду делать быстро, чтобы потом это еще не случится. А что с кувшином можно хранить? В моем деле. Если ты тогда сделаешь стеклянную баночку, то там можно водичку налить и положить туда цветы. И они долго не будут вянуть из стеклянную баночку туда положить. Маленькую такую. Ну вот. У меня есть. Да что ты, милая. У тебя, наверное, все есть. Вот такая маленькая. Из-под дуга. Так, сделала ушки. Все примазала аккуратненько. Все прижала. Видите, как здорово. Красота. Папа, ты что там... А вот как бы цивилизация наша не развивалась, как бы у нас далеко вы не зашли, там техники, там... Народное творчество не умрет никогда. Народное промыслово лучше жить всегда. Потому что это настолько душевное состояние. Спасибо. Спасибо.